Добрый вечер. Мы продолжаем занятие по недельному разделу Туры Байра. Это второй раздел книги Шмот. На прошлом занятии мы познакомились с комментарием Рамбана к самым первым строчкам этого раздела. «И говорил Бог с муше и сказал ему, я Ашем, я Господь. Я являлся Аврааму, Ицхаку, Иякову, как Бог всемогущий, а под именем моим Господь я не был познан ими». Все сложности, все трудности, которые здесь есть, мы сейчас заново не перечислим. Тогда получится, что мы просто повторим прошлый урок. И только очень краткое резюме прошлого урока. Имя Всевышнего, которое здесь является главной темой, то, что Всевышний сообщает «Я, Ашем, я Господь», четырехбуквенное имя, «Юткей, Вавкей», «Я являлся Аврааму, Ицхаку под одним именем, а под другим именем я не был ими познан». Все это означает, прежде всего, нужно знать, что речь идет здесь о способах управления миром. Ибо имена Всевышнего не обозначают его самого, так как он бесконечный, безграничный, беспредельный. Имя обычно, когда мы употребляем имя собственное, имя существительное, оно обозначает суть какого-то предмета или конкретного человека. Здесь-то не так, поскольку Всевышний неопределим, трансцендентен. Стало быть, имя относится только к тому, как он проявляет себя в мире. Мы вообще о нем самом мы вообще не говорим. «Лейс Махшовет Фисабей». Никакая мысль его не объемлет, мы говорим только о том позитивно, как он проявляется в этом мире. Он воздействует на созданный мир, и этих способов воздействия много, поэтому и имен много. И вот то имя, которым, так объясняет Рамбан, то имя, которым Всевышний являлся праотцем, Кельшакай, имя, происходящее от слова «дай», «довольно», «хватит», «достаточно», то есть «бог вседостаточный», это более точный перевод, чем «бог всемогущий». Это означает, что управление миром, воздействие Всевышнему на мир по отношению к праотцам, было в рамках вот тех закономерностей, которые выражены в этом самом имени. Итак, пишет Рамбан, в чем суть этого способа управления? Всевышний открывался праотцем под тем именем, силой которого он, преодолевая систему небесных сфер, совершал для них великие чудеса, но какие чудеса? Чудеса скрыты, не отменявшие, однако, естественного порядка вещей. Сохранял им жизнь во время голода, спасал их на войне, отмечая и так далее. А вот сейчас, с начала исхода из Египта, здесь в ходе исхода начнется новая эра, в которой Всевышний будет открываться, то есть будет управлять миром под новым именем, что означает новый способ воздействия на мир. И вот этот самый способ выражен в имени Ют Кей Вавкей, непроизносимым четырёхбуквенным имени, Шэм Хавая, суть которого происходит, это имя от корня Хава, Ая, был, есть, будет тот, кто осуществляет всё существующее, в этом смысл этого имени. Вот оно ещё не раскрылось в мире, это первый случай в истории, когда это имя будет раскрываться и будут происходить события в рамках вот этого нового управления мира. Так объяснил рамбан. Смысл этого проявления, этого управления в том, что отныне все законы мироздания, все законы природы в ходе исхода из Египта, они просто полностью, они полностью отменятся. Полностью отменяется естественный ход вещей. Итак, рамбан заканчивает. «Я являлся патриархом, то есть нашим братцем. Силой моей руки, которой я побеждаю созвездие и помогаю избранным моим, моим избранникам, но моё имя из букв Ют Кей, которым сотворено всё существующее, я не дал им познать». То есть, не сотворил для них ничего нового, нарушающего причинно-следственные связи. Это то, что будет сейчас во время исхода из Египта. Все законы, то есть причинно-следственные связи, могут быть отменены один за другим. И вот это то, что нужно сейчас сообщить еврейскому народу, каким образом пройдёт исход из Египта. Вот это самое короткое объяснение, которое даёт рамбан, оно вдаётся в более подробном разъяснении. И, как мне кажется, наиболее точное разъяснение здесь можно найти в книге Шиуры Идаат. Это запись уроков, бесед руководителя Тельской Ишины в Тель-Шай, рабьёте в Лейблох. И важно оно прежде всего не только потому, что оно объясняет то, что написано в рамбане, но и в том, что оно предотвращает возможные ошибки при понимании того, что рамбань говорит и здесь, в этом месте, и в своём комментарии к другим местам Тор. Что же говорит арабблох? Есть как минимум три уровня того, что мы называем ашгаха, то есть надзор и управление за миром, воздействие на этот мир. Как минимум три уровня. От самого нижнего до самого верхнего. Самый нижний уровень – это законы природы. Всевышний создал законы природы, но только здесь нужно знать, что он создал не только законы физической природы, как законы электричества, законы термодинамики и так далее. Это все известные законы, которые дети учат в школе. Помимо этого, помимо этих законов, есть ещё ряд законов. Это уже законы духовного мира. Параллельно с миром физическим существует ещё мир духовный, и даже совсем параллельно, точнее, внутри материального мира, как корень всех материальных предметов и явлений, есть ещё мир духовный, в нём есть свои собственные закономерности. О них в учебниках по физике и по химии прочитать невозможно. Но эти закономерности, тем не менее, существуют, они созданы, они не менее объективны, чем законы материальной природы. Мы учим о них в Торе. Торе несколько раз говорит о последствиях тех или иных человеческих поступков. Предположим, человек, который почитает своих родителей, мать и отец, Тора обещает ему долголетие. Это естественный результат поступков человека. Понятно, что здоровье человека и способность его организма существовать и работать на протяжении многих лет никоим образом, с точки зрения физических законов, с точки зрения законов физической природы, никоим образом не зависит от того, как он относится к своим родителям, к своему отцу и к своей матери. Но то, что Тора вскрыла здесь, что есть дополнительные законы, законы духовные по своему характеру, они проявляются именно в том, что результат его поступков, как здесь, почитание родителей, оно приведет к тому, что человек будет долго жить. Есть еще примеры. Тора утверждает, что если еврейский народ будет соблюдать заповеди, если не будет соблюдать заповедь Шмиты 7 года в Эр-Ц-Исраэль, то в конечном итоге он подвергнется изгнанию, его выгонят из Эр-Ц-Исраэль, и придется ему пребывать в Галуте, в изгнании, для того, чтобы дать земле наверстать все то упущенное, все те годы, которые она должна была быть под паром, и не была. Снова. Каким образом то, что человек пашет или не пашет свою землю, влияет на геополитические события в мире, которые приводят к столкновениям, войнам, изгнаниям и так далее, с точки зрения законов, известных нам в мире, непонятно. Но этот закон, тем не менее, есть, он действует, он существует. Это законы, все это еще в рамках, мы находимся в рамках природы, только природа на самом деле, как слово природа означает тева, происходит от слова литбоа, то есть есть как чекан, чекан, который чеканит, и всегда он чеканит ту же самую монету, сколько бы раз не ударял чеканщик, по металлу у него выйдет то же самое изображение, это означает природа, что такое природа? Природа – это совокупность определенных законов, в законах есть причинно-следственные связи. По схеме, если происходит событие А при условии В, то из него должно произойти событие В. И эти законы, они более или менее, это жесткие, более или менее, подчеркиваю, жесткие причинно-следственные связи. Так вот, такие связи есть не только материального характера, как то, что мы знаем в материальном мире, есть различные законы, которые учат в школе, а есть еще и законы духовные, в которых поведение человека влияет, влияет и на физический мир тоже. Разница между этими законами, что прежде всего вот чего. Если причины… Закон – это причинно-следственная связь, но если причины физических явлений, они открыты, т.е. если я, например, столкнул какой-нибудь предмет, и он полетит вниз, в результате этого подействует сейчас сила протяжения, и он полетит вниз, то здесь все причины вот этого события, предмет полетел вниз, они видны, они ясны. Не ясны, точнее, они видны, они заметны. Но из того, что человек почитает своих родителей в результате, каким образом почитание родителей приводит к тому, что выгляделяется его жизнь, это не видно. Это первое различие. Иногда людям кажется, что, может быть, с этими законами у них есть проблема в том, что они не понимают, мы же не понимаем, каким образом это действует. Как это действует так, что если люди не соблюдают закон Шмиты с 2007 года, то это приводит к тому, что будет изгнание из РЦР. Ну, какая здесь связь, как это работает? А вот физические законы мы вроде бы понимаем. Это тоже заблуждение. Физических законов мы тоже не понимаем. Мы их можем описать с точки зрения статистической, мы можем утверждать, что с точки зрения статистики есть причинно-следственные связи, но понимать мы их не понимаем. Мы объясняю человеку, почему листики у дерева зелёные, а потому что под воздействием солнца и воздуха образуется хлорофилл. Очень здорово. Получили объяснение. И все-все довольны. А почему хлорофилл приводит к зелёному цвету? Ну, потому что... А почему? Да, то есть мы можем сказать, вот причина, вот следствие. Если есть такие-то условия, будет вырабатываться в листиках хлорофилл, и будет зелёный цвет. Но понять мы этого, понять суть предметов мы не можем. Есть такой очень хороший пример, который проводил в своё время израильский философ профессор Лейбович. Представьте себе, что марсиане, предположим, из своих летающих тарелок изучают жизнь на Земле. Вот они повесили одну такую тарелку над шоссе Иерусалим-Тель-Авив. Что они сверху видят? Они видят по... Есть лента шоссе, и по ней идёт движение. Ездят какие-то такие маленькие тележки, ездят в две стороны. Вскоре они начинают наблюдать некоторые закономерности. Есть часы, в которых тележек много. Есть часы, в которых тележек совсем мало. Есть часы, в которых в одну сторону больше тележек. Есть часы, в которых в другую сторону больше тележек. Есть дни, в которых больше тележек. Есть дни, в которых меньше тележек. Всё это они записывают, всё это они проводят статистические исследования, выясняют корреляцию между различными условиями. У них уже накапливается материал, почти на кандидатскую диссертацию. Дальше они замечают ещё одну закономерность. Например, если две тележки сталкиваются, наезжают друг на друга, то все почему-то останавливаются, все тележки больше даже не едут, пока не приедет ещё одна тележка с такими мигалками красными-синими. До тех пор все будут стоять. Потом, после того, как эта тележка приедет, причём замечают они, что по-разному бывает время. Иногда тележка с мигалками очень быстро проезжает, а иногда тележка с мигалками проезжает небыстро. Тоже начинается. Потом они замечают, что тележки бывают разного вида. Есть тележки маленькие, а есть тележки большие, большие такие. И эти тележки большие, они движутся с определёнными интервалами. В некоторые часы они движутся с интервалами в 10 минут, а в другие часы они движутся с интервалами в 20 минут. А иногда они превышают скорость такую-то, иногда они в такой-то скорости и так далее. и так далее. Иными словами, всё это они могут записать, приехать снова на Марс и после этого набрать действительно на целую уже даже докторскую диссертацию. Вопрос. Они после этого понимают, что такое общественный транспорт или нет? Не понимают. И нет возможности понять. Всё, что они могут сказать, они могут описать события, происходящие и закономерности между этими событиями. Но понимания этих законов у них нет. Нет, точно так же всё наше понимание законов физического мира, оно тоже только на том уровне. Поэтому как законы физического мира, так и законы духовного мира, они на самом деле непонятны. Всё, что мы знаем, мы знаем о существовании закономерностей, т.е. причинно-следственных связей. О причинно-следственных связях физического мира мы знаем из опыта, из того, что люди изучают, из того, что люди ставят опыты, естественно, науки так построены. А о законах духовного мира мы знаем из Откровения, из Торы. В этом большая разница. Что касается… Иногда, кстати, бывает ещё одно возражение, ведь если физические законы, они обязательные, т.е. если я, скажем, говорю, что тело, которое оказалось в гравитационном поле, то оно должно упасть вниз с определённым ускорением, на самом деле слово «должно» здесь лишнее. Но если оно должно, то оно обязательно упадёт. Т.е. эти законы детерминированы, они жёстко запрограммированы, у них здесь нет такой возможности, чтобы сегодня, предположим, это тело полетит вниз, а завтра оно не полетит, оно так останется в воздухе висеть, а послезавтра оно вообще висит куда-нибудь себе наверх. Этого нет. А что касается законов духовных, вроде бы это не так. Разве же каждый раз, когда человек делает что-то одно или другое, то всегда есть… Знаете что? Давайте проведём опыт, посмотрим, возьмём всех людей, которые уважают своих родителей, и посмотрим, их средняя продолжительность жизни выше, чем у людей, которые не почитают своих родителей или нет, и вряд ли мы найдём такую жёсткую закономерность. И снова это тоже заблуждение. Заблуждение вот почему. Дело в том, что ведь законов-то точно так же, как много физических законов, точно так же много законов духовных. И когда нам кажется, может быть, что какой-то физический закон не сработал, то уж он не сработал, потому что просто сработал другой закон, который остановил его действие. Предположим, разлилась река. Когда идёт разлив, то поля людей, занимающиеся сельским хозяйством, они в опасности. И вот я вижу, что после разлива реки у одного крестьянина убытков на миллион, а у другого убытков нет. Что же это значит? Да это ничего не значит. Просто у одного был забор, у второго не было забора. Был забор, вот река разлилась и на заборе остановилась, поэтому его поле не смыло. А тот, у кого не было забора, смыло. Законы те же самые. Но здесь вступил ещё один фактор. То есть для того, чтобы выяснить закон действует или не действует, должен быть на самом деле чистый опыт. И точно так же это сказано по поводу и законов духовных. Например, один из законов, который высказан в Торе по поводу сута. Речь идёт о женщине, которую муж подозревает в том, что она ему изменяет. У него нет доказательств, но, по крайней мере, он её предупреждал не уединяться с каким-то определённым мужчином, а она, несмотря на это, на его предупреждение всё-таки уединилась. Чем они там занимались, непонятно. Может быть, они Таилим читали, может быть, они кроссворды разгадывали, может, в шахмане, неизвестно. Так вот, Тора говорит, что в этом случае, поскольку неясно, может ли дальнейший муж продолжать жить со своей женой, ибо если она ему изменила, таки жить с ней нельзя, они должны развестись, но поскольку нет возможности выяснить это, то Тора предлагает здесь свою проверку, а именно в этом случае муж должен привести свою жену, на которую упало подозрение, в храм. Там ей дают выпить специальный стакан воды, в котором растворяется чернила от написанного кусочка из Торы, и дальше Тора утверждает, что если эта женщина действительно изменила, то она жутко заболеет, у неё начнётся вздутие, и кончится всё это довольно тяжёлой смертью, а если она не изменила, и всё, и ничего страшного там в уединении не произошло, то тогда она выйдет из этого жива и здорова, и даже, может быть, будет у неё после этого некоторые приятные моменты в жизни. И наши мудрецы говорят, то, что если, предположим, такая проверка была произведена, и действительно ничего не случилось, и женщина вышла живой и здоровой, это ещё не значит, что на самом деле ничего не было, потому что «зхуд тола», ибо вполне могут быть у неё целый ряд заслуг, из-за которых этот вот закон, по которому женщина, изменившая, если она выпьет ту самую воду, должна умереть в мученической смерти. Есть такой закон? Есть, да. Но есть другие законы. Например, если у её родителей были какие-то заслуги, это может её спасти на некоторое время, если у неё есть определённые заслуги, помимо того, что она оказалась легкомысленной в области мужского пола, но в остальных вопросах она оказалась женщиной, имевшей достаточно заслуг, – это тоже её спасёт. Иногда это могут быть заслуги её детей, т.е. по каким-то причинам Всевышний не захочет, чтобы её дети были сиротами, и поэтому до некоторого времени она ещё будет прожить. Но как только все эти действия всех остальных законов остановятся, тогда закон, по которому она должна умереть, сработает тут же. Как только её заслуги иссякнут, например, она набрала заслуг на четыре с половиной года безбедной жизни, как только эти четыре с половиной года пройдут, то первичный закон, по которому она должна умереть, сработает. Так что от того, что сейчас до сих пор всё в порядке, быть уверенным, что всё на самом деле в порядке ещё нельзя. Может быть, пока что всё в порядке. Человек, который летит в пропасть, у него тоже пока что всё в порядке, пока он не долетел до конца. Так или иначе, законы эти, законы природы духовной, они не менее жёсткие, не менее детерминированные, чем законы физической природы. А то, что не всегда мы видим их проявления, это потому, что действуют они не поодиночке, а действуют в совокупности, и иногда один закон нейтрализует действие другого до поры до времени, пока он ещё и действует. Но как только противодействие закончится, то сработает первый закон очистки. Итак, это всё первая стадия, Всевышний создал в мире законы и физической действительности, и духовной действительности. Всё это законы, это самый первый уровень управления. Теперь второй уровень управления, тот, который определяется именем Бога Кель-Шакай, Бог вседостаточный. Вот это тот самый закон, который, как говорит Рамбан, и проявился в отношении наших праотцев. В чём он проявляется, каким образом это управление работает? Это означает… Управление это означает, что по отношению к избранникам Всевышнего, к людям, которые близки к нему, к тем, кто прилепились к нему, по отношению к ним законы природы имеют ограниченное действие. Авраам, Авраама бросили в огонь, и он там не сгорел. Что это значит? Что законы мироздания, по которым происходит быстрое окисление различных материалов, не сработали? Да нет. Они что, отменились тогда? Ну, они не отменились. А что же произошло? Произошло ограничение этих законов. Всех огонь, всё, что может, всё, что слабее огня, огонь сжигает. Металл огонь не сжигает, закаляет его, а тело праведника не сжигает, останавливается там. Значит ли это, что тело праведника сделано из какого-то другого такого материала, который огню не поддаётся? Нет. Сделано из того же самого материала, что и все остальные. Но только, как я говорю, у любого материального объекта есть его духовный корень. У любого явления материального мира, физического мира, у него есть тоже объект, у него есть тоже его духовный корень. Стало быть, у всех законов термодинамики, в соответствии с которыми и работает пожар, огонь и так далее, у них тоже есть духовные корни. Так вот, там в их духовных корнях есть ограничение. Ограничение таково, что по отношению к людям, подобным Аврааму, огонь бессилен, ничего не может сделать. Вот эти чудеса… Рамбар называет эти чудеса… Это чудо? Да, конечно, чудо. Почему это чудо? Это уже некоторый выход, это выход за рамки законов мира. Не выход за рамки, а, как мы сказали, ограничение. Но это, безусловно, заслуживает слово «чудо». При том, говорит Рамбар, это чудо скрытое, потому что оно не отменяет действие закона. Законы термодинамики не перестали действовать, когда Авраама бросили в вагон. Безусловно, нет. Но они ограничены. И всегда человеку, который наблюдает со стороны, всегда подобное явление представляется невозможным объяснить и с точки зрения законов, не выходя за их рамки. Кто-то вышел из воды сухим, он бывает, выходит из воды сухим. Все остальные вокруг потонули, а один вышел. Бывает такое. Случайность, падение случайности. Ещё что-нибудь. Человек вокруг все мрут от голода, а у Ицхака вырастает стократный урожай. Что произошло на самом деле? На самом деле не знаю. Здесь законы, в соответствии с которыми засуха уничтожает всё, посаженное в землю, они не сработали, потому что это касается уже на данный момент не тела праведника, а уже его имущества, при том, не сработали. Не сработали. Но объяснить это всегда можно по-другому. А здесь случайно оказалась вода, а здесь были какие-то подводные воды, а здесь всё что-то. Человек вышел, аврам с горсткой своих учеников преследовал, бросился в бой против армии четырёх царей, и остался жив, и более того, выгнал их из страны Израиля, отбил у них всю добычу, которую они награбили. Ну, и на войне бывают всякие подобные случаи, безусловно, и в истории описаны. Бывает такое, бывает такое. То есть, всегда можно объяснить это с течением обстоятельств, с совпадениями, с счастливыми случаями и так далее. На самом деле это не так. На самом деле здесь действует вот это управление миром, кельшакой, которое ограничивает законы природы. Вместе с тем, вместе с тем, это всё ещё часть природы. Потому что… И вот здесь очень важно не ошибиться. Рамбан говорит в нескольких местах здесь, и в том числе ещё более точно, ещё более откровенно он это пишет в своём комментарии в конце недельного раздела «Бо», что нужно знать, что никакой природы вообще нет, и человек, который не верит в то, что природы никакой нет, нет у него доли в Торе-Муши. Так он пишет там. Значит ли это, что Рамбан отрицает существование законов природы, и что просто каждый раз, как каждый раз Всевышний заново решает, что сейчас будет происходить. И каждый раз, когда я бросаю что-то вниз – полетит ли оно вниз, нет такого закона природы, нет такого закона гравитации, сейчас Всевышний решает, полетит ли оно вниз или полетит наверх, нет, конечно, Ромбан этого не отрицает. Но здесь в виду другое. Когда Ромбан говорит, что все эти вещи и награды за заповеди и так далее, всё это не имеет никакого отношения к законам природы, имеется в виду к законам физической природы. Но что касается духовных законов, безусловно, они здесь работают, работают законы. И даже вот это ограничение законов природы по отношению к такому человеку, как Аврааму, это тоже часть законов, ибо это его ограничение. Ромбан говорит, что имя Всевышнего, которое обозначает вот эти все, вот это вот явление ограничения законов природы по отношению к великим праведникам, оно заключено в имени Кель-Шакай, имя это, которое происходит от слова «дай», что означает «достаточно», «хватит». Что он означает? Ограничение. То есть, как говорят наши мудрецы, откуда что означает это слово? На что был похож мир, когда Всевышний его создавал? Он был похож, как если вы бросаете клубок шерсти, он начинает разматываться, 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 разматываться бесконечно. Пока, то есть, мир вот так расширялся, расширялся, пока Всевышний не сказал ему «дай», «хватит», «стоп», «от до сих пор». То есть, это установление границ. Установление границ, оно и означает закономерности. Не только что входит в закономерности, но более того, в сами закономерности, то есть, в законы, в причинно-следственные связи входят ограничения. Сам закон имеет ограничения, он действует только здесь. Вот это он сожжёт, и это он сожжёт, и то он сожжёт, а вот тело Авраама он не сожжёт. Здесь и есть ограничения законов. Это второй уровень управления миром. Он действовал во времена прадцев. Теперь третий уровень. Тот, который не действовал во времена прадцев, и тот, который сейчас раскроется в исходе из Египта. Может быть, о втором, кстати, об этом втором уровне очень точно пишет царь Давид в Псалме, 92-й Псалом, 91-й. «Он спасёт тебя от сети птицелова, от гибельного мира». Он говорит о человеке, который близок к Богу, который, подобно Аврааму или подобно саму царю Давида, чувствует, что он живёт в постоянной близости, в постоянном диалоге с Богом. «Своим крылом он укроет тебя, и под крыльями его найдёшь убежище. Щит и броня – его верность. Не устрашишься ночного ужаса». Т.е. вообще ночью страшно, конечно, всем страшно, а вот тебе, т.е. человеку, который выбрал этот другой путь жизни, подобно Аврааму, тебе не будет страшно. «Стрели, летящие днём». Стрела, когда летит, она… Опять же, законы закона мира. Стрела, которая летит, она когда-нибудь куда-нибудь и попадает, а ты не будешь бояться. «Мора, ходящего во мраке, чумы, похищающие в полдень». Когда есть чума, когда есть эпидемии, то они людей поражают, люди заболевают, а определённых людей чума не касается. «Падёт возле тебя тысяча, и десять тысяч по правую руку твою тебя не достигнет. Только глазами своими будешь смотреть и увидишь возмездие нечестивым. Ибо ты сказал Господь оплотно. Кому все эти обещания? Что по отношению к нему законы мира перестают действовать, законы природы? Тому, кто сказал Господь оплотно, Всевышнего сделал ты обителю своей. Не случится с тобой беды, и бедствие не приблизится к твоему шатру, потому что своим ангелам он заповедует о тебе, хоронит тебя на всех твоих путях». Как будто бы ангелы возьмут человека под ручки и будут его охранять, чтобы ничего с ним не было. «На руках они понесут тебя, чтобы не споткнулся камень твоя нога». Люди нормальные, когда ходят, спотыкаются о камне, ты не споткнёшься. А почему ты не споткнёшься? Все люди спотыкаются, а его ангелы понесут. «На льва и на змея наступишь». Если человек нормально наступит на змею, то если эта змея, к тому же она ещё и ядовитая, то это будет последнее, что человек сделал своей жизнью. А здесь, а с таким человеком, про которого здесь говорят, наступишь на змею, змея скажут, извините, я просто здесь развалилась, я уже ухожу, всё, топтать будешь льва и дракона. Ничего я тебе не сделаю. Почему? Ибо он возлюбил меня, и я избавлю его, укреплю его, ибо он знал имя моё. То есть, человеку, который живёт вот в такой вот близости с Богом, по отношению к нему законы мира ограничены, не действуют. Всё это при всём при том. Это вторая, это второй уровень управления мира, он при всём при том ещё не оторвался от природы, потому что на этом уровне творение отдельно от Творца. Да, Всевышний заложил в Творение определённые ограничения, и законы мироздания не действуют по отношению к избранным людям. Конечно. Но это пока ещё Творение отдельно, творится отдельно. Третье, третий уровень управления. Он формируется именем Всевышнего Аютке и Вавке, четырёхбуквенным именем Бога, Шемавая, смысл которого Меаве, Кольове, тот, который осуществляет всё существующее. То есть при действии этого уровня управления все законы мироздания отступают, они вообще перестают действовать, они не ограничиваются по отношению к определённым людям, они просто перестают действовать. И только воля Всевышнего, она всё здесь вершит на этом уровне, и это то, что было при исходе из Египта. Здесь уже, когда работает такое управление, то творение не воспринимается отдельно от Его Творца. Здесь каждому своими глазами видно, это открытые явные чудеса, которые дают каждому возможность увидеть, что всё творение – это только воля Всевышнего, которая притворилась в них. Эйн од миль вадо. На этом уровне, на уровне проявления того, кто осуществляет всё, видно, что всё на самом деле, всё, что окружает нас, это только воля Всевышнего, и кроме Его воли нет больше ничего и нет больше никого. Так если человек может, идя по улице, вдруг увидеть какую-нибудь фигуру, фигуру может быть очень впечатляющую, ярко раскрашенную, может быть, она даже выглядит угрожающе, но если он подойдёт сзади, он вдруг увидит, что на самом деле фигура эта надувная, а сзади стоит человек, который при помощи насоса её надувает. Значит, фигура эта на самом деле, в общем-то, нет, фикция, она только надувная, есть только воля того, кто её надувает. И насколько её надувает, насколько она есть. Перестанет он её надувать? Нет. Именно так, вот на этом самом уровне, когда Всевышний проявляет это своё имя, Юткей Вавкей, становится ясно, что ничего объективно, ничего самостоятельно существующего в мире нет, нет ни одной самостоятельной силы, всё имеет силу ровно настолько, насколько он ему даёт. И каким образом это проявляется, когда законы мира просто перестаёт, законы гражданин перестаёт действовать. Это было в исходе из Египта. Понятно, что и здесь при таких явлениях есть тоже свои закономерности. В, скажем, в нашем мире есть в управлении, ведь на самом-то деле это очень важное правило запомнить, что с точки зрения управления, то, как Всевышний управляет миром, и то, как люди управляют страной, и то, как директора управляют определёнными предприятиями или организациями, законы управления, они на самом деле одинаковые параллельные. Так вот, поэтому, глядя на любой такой уровень, можно сравнивать эти уровни и понимать из одного другой. Вот, скажем, в управлении страны хорошо организованная страна, а в ней есть законы. По этим законам управляется страна. Пока всё хорошо. Но как только начинается особая ситуация, то тогда вводится, тогда могут отмениться законы. Например, если страна находится в положении, когда её атакуют, или в ней происходят внутренние беспорядки, то, что происходит сейчас по всему Ближнему Востоку, что делают люди, управляющие этими странами, что делают цари, короли, президенты и так далее? Они отменяют действия законов. Закон даёт человеку право, свободу слова, как только начинается беспорядок, как только начинается невероятный балаган. Этот закон может быть приостановлен. Есть свобода печати, газеты могут печатать что им угодно, без всякой цензуры. Как только есть особое положение, в особом положении цензура приостанавливается, газеты могут запретить, и человека нельзя его арестовать без того, чтобы предъявить ему в какой-то короткий срок обвинения в чём-то, а здесь могут арестовывать человека, и на долгое время просто для того, чтобы не дать ему беситься на площадях и так далее. Более того, на самом деле умные правители, умные цари и правители, они вводят такое чрезвычайное положение не в соответствии с своим компризом, потому что ему сейчас так это захотелось, а не с самого начала в Конституции страны предусмотрены случаи, в которых вводится особое чрезвычайное положение. Более того, умные цари заранее приготовляют, что и какие правила будут введены в чрезвычайном положении. Не нужно им сейчас идти и думать, ну что будем думать, как сейчас будем в этой ситуации? ЧП очевидно, чрезвычайное положение, конечно же, а что будем делать? Да нет, всё заранее приготовлено. Есть уже заранее ряд постановлений, которые вводятся в то время, как есть война, в то время, как есть чрезвычайное положение, когда есть тихийные бедствия и так далее. Вот по тому же принципу управляется и мир. Всевышний с самого начала установил, в каких случаях будет вот такое чрезвычайное положение, в котором законы мироздания отменятся и будет управлять в открытую, совершенно в открытую, только его воля, ничем не прикрытая, которая показывает, что всё вокруг – это на самом деле просто дутые фигуры. Наши мудрецы говорят это, комментируя стих, который заключает рассечение моря, последний самый финальный аккорд исхода из Египта – рассечение моря. Самая потрясающая вещь. Тут уже очевидно, что законы физического мира, законы какие-то угодно перестали здесь действовать. Всё шло здесь не по закону. Так вот, написано в конце, после того, как всё закончилось, «Ваёши ваам лэйтано» и вернулось море, «Ваёши ваам лэйтано». Вернулось море к чему? Лэйтано. Что такое «эйтано»? Довольно странное слово, параллели ему нету. Одно из объяснений, что оно вернулось к своей, так переводят на русский язык обычно, к своей первоначальной силе. Говорят наши мудрецы, и читать здесь нужно не «эйтано», если перевернуть эти буквы, то тогда получится довольно простое слово «эйтано». Море вернулось к своему условию. Какому своему условию? Условие – то самое условие, которое Всевышний с самого начала установил условие. Когда Он творил мир, Он установил условие, по которым при определённых обстоятельствах, вообще-то в мире вода будет течь сверху вниз, подчиняясь законам гравитации, а при определённых условиях этот закон отменится. И вода вместо того, чтобы течь сверху вниз, потечёт снизу вверх. Почему? Потому что условия оговорены. Вот когда еврейский народ подойдёт к Ямсу, к Тростниковому морю, вот тогда-то оно и должно произойти. Произойдёт на короткое время, так, чтобы все это увидели, все это замечали. А после этого мир возвращается к своему обычному течению закону. То есть уже вот такие самые периоды, в которые не будут действовать законы природы, а вместо этого будет действовать ничем не скрываемая воля Всевышнего, они заранее запрограммированы, заранее учтены, заранее их возможность уже заложена в основу мироздания. И вот именно об этом и говорит Всевышний Муше, что сейчас в Египте раскроется новое, третье управление миром, при котором уже будет ясно и очевидно, Эйну Адмильвадо нет никого, кроме Всевышнего, нет никого, кроме него и кроме его воли. Всё остальное существует ровно настолько, насколько он даёт ему возможность существовать. И снова прибегая к псалмам царя Давида, можно видеть его в одном из псалмов, все три ступени эти управления миром можно увидеть. Это 148-й, ближе уже к концу псалом. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в высотах, хвалите Его все ангелы, хвалите Его все Его воинства, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все светлые звёзды, все светящие звёзды. Кстати, получается, что есть звёзды, которые не светят. Хвалите Его небеса небес и воды, которые над небесами. Пусть хвалит имя Господне, ибо Он повелел, и они были сотворены, т.е. что является основой творения всех тех физических тел, которые здесь перечислены, воле Всевышнего. Он повелел, они были сотворены, Он сотворил все физические тела и законы, управляющие ими, Он поставил их навсегда, навечно, дал закон, и нельзя приступить. Вот самый первый уровень – законы, непреложные законы, которые не приступают. Человек не может приступить к законам физических, не может преодолеть законы гравитации, не может преодолеть законов электричества, законов термодинамики. Законы установлены, поставлены, преодолеть их нельзя. Это самая первая ступень. Вторая ступень. Хвалите Господа земли, рыбы великие все бездны, огонь и град, снег и пар буря, исполняющие Его слово. Все они, они, конечно, все эти явления, но они исполняют Его слово. И там, где Его слово говорит – стоп, откан, до сих пор дай, до сих пор дальше нельзя, прекращается их действие. Горы и все холмы, плодоносные деревья и все кедры, звери вели всякий скот, присмыкающиеся и крылатые птицы, цари земли и все народы, князья и все земные суды, юноши, а также девушки, старцы с отроками. Это вторая ступень. Третья ступень. Пусть славят они имя Господня, ибо возвышено имя Его одно, имя Его одного, слава Его над землей и небом. Это третья стадия, над которой возвышено имя Его одного. Только Он один возвышается над всем, только Его воля управляет всем. И это видно на этой третьей стадии, и это уже ни у кого не оставляет сомнения, только Он управляет всем миром, и больше некому нечего сказать. Это проявится сейчас в исходе из Египетра. Все, что мы сделали до сих пор, это только объяснили слова Рамбана по поводу самых первых строчек недельного раздела, и говорил Бог с муше, и сказал им, я Господь, и я являлся Раму и Цхаку и Якову, как Бог всемогущий, а под именем моим Господь я не был познан ими. И я также заключил с ними союз, чтобы отдать им землю Кнаан, страну их проживания, в которой они жили. И еще я услышал стон сынов Израиля, которых египтяне пробощают. И я вспомнил мой завет. Поэтому, и вот здесь начинается несколько строчек, которые носят в словах наших мудрецов название арбалышенотшель геула, четыре выражения избавления, четыре обещания, которые Всевышний дает, все они говорят об избавлении, о скором избавлении евреев из Египта. Поэтому, скажите нам, Израиль, я Господь и выведу вас из-под времени египтян. Вот это самое первое обещание. «Выведу вас из-под времени египтя и избавлю вас от их рабства, спасу вас занесенной рукой и великими карами и возьму вас себе как народ и буду вам Богом и вы узнаете, что я Господь ваш, который вывел вас из-под времени Египта. И дальше есть еще и, казалось бы, пятое обещание. «И приведу вас в землю, о которой поклялся, чтобы дать ее Аврааму и Цраку Якову и дам я вам ее в наследие». Четыре обещания, четыре выражения избавления – это «выведу вас из-под времени египтян». Первое. Второе. «Избавлю вас от их рабства». Третье. «Спасу вас занесенной рукой и великими карами». Четвертое. «И возьму вас себе как народ». Почему есть четыре выражения? Обычно с этими четырьмя выражениями знакомятся впервые на пасхальном седре, когда выпивают четыре бокала вина, и эти четыре бокала вина приурочены к этим четырем выражениям избавления. Ну а почему есть четыре выражения избавления? Четыре бокала вина, потому что четыре выражения. А почему есть четыре выражения? А не хватит одного, просто «я вас спасу» или «я вас избавлю» ответ напрашивается сам собой, значит, есть, либо назовём это 4 стадии освобождения из Египта, или 4 разных аспекта. О том, каковы эти аспекты избавления, понятно, что комментаторы спорят, потому что сами по себе слова в особенности, в русском переводе они вообще ничего почти не говорят, но даже в оригинале можно их истолковывать по-разному. Приведём хотя бы некоторые из них. Самое первое, вот с этих вот там метаха цивлок лицраем, я выведу их из-под бремени египтян. Робейн Убахи, например, говорит, что имеется здесь в виду тяжёлая работа, ведь евреев не просто пробачали, они находились на физической и психологической очень тяжёлой работе. Вот это самое первое, метаха цивлот митраем, бремя египтян. Само слово, которое упомянуто здесь, цивль, бремя, оно двузначное. Во-первых, оно означает ношу, которую человек несёт. Во-вторых, оно означает страдание. На самом деле страдание, суть его – это именно то, когда человек несёт эту самую ношу. Когда человек страдает? Человек страдает, когда он, скажем, человек, который несёт какую-то очень тяжёлую вещь. Тяжело ему невероятно, оно у него скальзывает из рук очень тяжело. Испытывает он страдание. Если он к тому ещё и раб, его ещё, и урядник его подгоняет, он, конечно, страдает. Теперь представим себе человека, который купил себе домой какой-нибудь электроприбор тяжёлый, и он себе на своём горбу несёт этот электроприбор на восьмой этаж. Помню, когда-то я помогал своему товарищу заносить, он купил новую квартиру, и нужно было занести на восьмой этаж без лифта рояль. Очень тяжёлая вещь. Ну и как? Он тоже чувствовал себя страдающим? Конечно, нет. Конечно, нет. Страдающий – это тот, кто… Это как грузчик, который несёт не свой пекел, он несёт не свою ношу, он не понимает, зачем это нужно, для чего это нужно, ему… Он страдает. Но когда человек несёт что-то ради себя, он не страдает, он понимает, для чего это и зачем. Страдание… В какой момент человек страдает? Когда трудности, которые он переживает… Трудности-то все переживают, но когда трудности, которые он переживает, он не видит в них смысла, он не видит, для чего они нужны, он не понимает, зачем и для чего. Тогда это для него, безусловно, страдание. Так вот, от этого Всевышний пообещал избавить еврейский народ, т.е. тяжёлая работа, невероятно, неимоверно тяжёлая и физически, и психически. Мы знаем, что египтяне ещё использовали и способы психологической борьбы против евреев, заставляли мужчин делать женскую работу, женщин делать мужскую работу, заставляли делать бесполезную работу, совершенно, т.е. сначала строили стенку, потом её быстро-быстро разрушали, или она сама погружалась в болото. Т.е. была здесь и тяжесть, и физическая, и психическая. Вот это вот прекратится. И в действительности это обещание сбылось очень быстро, потому что самые же первые удары по Египту парализовали машину принуждения, надсмотрщики больше не выгоняли евреев на работу, не подгоняли их быстрее-быстрее-быстрее и скорее выполнять норму, поэтому такая вот ужасающе тяжёлая работа прекратилась. А после этого, ну, при всём при том, при всём при том, есть ещё и после этого, казалось бы, ну, на этом всё хорошо, есть ещё и второе обещание. Какое? Здесь есть среди разных комментаторов, очень интересный письмо, что Рахай. «Конечно же, больше никто не выгонял и не подгонял евреев на работу». Это верно. Но евреи по-прежнему ходили сами на работу. Утром вставали, может быть, не так рано, может быть, не в 5 утра, но к 7 утра вставали и сами шли на работу. Потому что, во-первых, привыкли работать, во-вторых, немножко побаивались, а вдруг сегодня вроде никто не пришёл, никто не заорал утром в бараке «Подъём!», никто не стал выгонять на работу. Ну, пойди, знай, мы сейчас в середине дня вдруг как придут и как-то «А-а-а!», где ваша норма, где уже дело, поэтому на всякий случай выходили на работу. Вот это второе обещание, которое было дано «И избавлю вас от их рабства», оно уже означает полное прекращение работы, а другие комментаторы говорят не так. Рабейну Бахи говорит вот что «Хотя на работу больше никто не выгонял, но юридически оставались рабами». С точки зрения юридической раб, который является не больше, чем имуществом своего господина, это то, что ещё было, были рабами фараонов в Египте. Это обещание избавить от рабства, от порабощения, как здесь «И избавлю вас от их рабства», от освобождения из рабства и превращения евреев в свободных людей, это произошло только тогда, после последнего десятого удара по Египту, когда умерли все первенцы, и фараон сам прибежал в еврейский квартал и вовсю заорал, что вы теперь свободные люди, вы принадлежите сами себе, я больше не ваш хозяин, вы свободны. Вот с этого момента, эта формула освобождения раба, с этого момента они стали свободными людьми. Это второе обещание. Третье. Казалось бы, что ещё может быть всё уже? Работать не работали уже давно, к тому же юридически свободны. Всё, казалось бы, на этом освобождение закончилось. Но есть ещё и третье. «И спасу вас занесённой рукой и великими карами». В чём это здесь спасение? Это, говорит рабыну Бахи, реализовалось только после рассечения моря. Почему? Да потому что даже вчера освобождённый раб, которого вчера освободили, т.е. с точки зрения юридической, он уже свободный человек. Но пока жив его хозяин, внутри души человек остаётся порабощённым ему, потому что он опасается до сих пор, что в любую минуту хозяин передумает и подойдёт к своему вчерашнему рабу и скажет, ну-ка иди сюда. Погулял, побыл свободным, хватит, пора и честь знать. Давай. Что избавляет раба окончательно от рабства? Только исчезновение его господина. Это то, что было после рассечения моря. Когда не только что евреи спаслись от египтян, но египтяне утонули в море. И потом сказано, что море выплеснуло труп египтян на берег, и говорят наши мудрецы, это уже устная традиция, что вчерашние рабочие могли узнать своих притеснителей, могли узнать своих насмотрщиков, тех, кто гнал их на работу, тем, кто поднимал их из бараков, те, кто загонял их обратно, те, кто их охранял, всех вокров и так далее, все могли узнать. Вот они лежат. После этого наступило полное-полное-полное-полное освобождение. Совершеннейшее. Теперь уже они окончательно свободны. И четвертое, последнее обещание, и возьму вас к себе как народ. Это уже дополнительное обещание. В нем, что касается первых трех обещаний, то любой человек, освобождающийся из рабства, он проходит эти три стадии освобождения из рабства. А вот четвертое, она исключительно индивидуальная для еврейского народа. Это избрание Всевышнего, говорит, вы будете моим народом. Смысл его, этого обещания, реализовалось это на горе Синай, когда евреи получили Тору. И был заключен Синайский союз, в результате которого евреи стали в действительности избранным народом. И установилась особая близкая связь между Всевышним и еврейским народом. И смысл, значение этого союза выражает очень хорошо Равирш в своем комментарии. «И возьму вас, когда вы станете свободны и вновь осознаете свои человеческие права, я возьму вас к себе, как мой народ». То есть взять себе толпу рабов, Всевышний не берет себе толпу рабов. Для того, чтобы евреи стали его избранным народом, сначала они должны обрести свободу, стать свободными людьми, а не быть рабами фараонов. После этого вы станете моим народом, когда будете свободны. Вы станете моим народом, причем моим народом, в этом суть еврейского народа, без государства, без собственной территории. Единственное, печальный факт, в декларации независимости государства Израиля сказано в самом первом страде, что в стране Израиля возник и сформировался еврейский народ. Это, как говоря, не совсем точно или совсем не точно. Еврейский народ возник в Синайской пустыне, не имея своего государства, не имея своей территории, ходя по ничьей совершенной территории, без государства, без собственной территории. Единственное, в силу того факта, что вы принадлежите мне, в этом вы народ, вы принадлежите мне, в этом суть вашей народности. И возьму вас как народ, эти несколько слов являются первой формулировкой судьбы Израиля. Вся судьба еврейского народа, она определяется этими словами. Народ – Бог. Люди, они отражают ту особенность, которая делает иудаизм явлением уникальным. Люди бездумно поместили то, что неверно определили как еврейскую религию, чтобы иудаизм. Иудаизм – это еврейская религия. Христиане молятся, и евреи молятся. Значит, это христианская религия, а это еврейская религия. Так вот, люди таким образом поместили иудаизм в разряд религии, как одну из религий среди многих других. И с удивлением обнаружили, что эта религия включает в себя много элементов, отличных от того, что обычно рассматривается как часть религии. Странные вещи в ней есть. Бог сказал, «Я возьму вас к себе как народ». Израиль должен быть народом для Бога. В этом суть его народа – народ для Бога. Однако одно это утверждение даёт понять, что иудаизм, как его установил Бог, вовсе не религия. Безусловно, иудаизм включает в себя элементы, свойственные любой религии. Ну, евреи молятся, да, как и последователи других религий. Но концепция иудаизма совершенно отлично и бесконечно шире. В религии Богу принадлежат лишь храмы, церкви, священники, паства и так далее. Как там сказал «Богу Богова, кесарю кесарю». Чуткое разведение. Есть жизнь религиозная, есть светская. Есть мир, а есть клир. А вот здесь не так. Жизнь народов у других последователей других религий покоится на концепции государственности, а не на принятии религии Бога. В иудаизме же Бог создал не церковь, а народ. И все стороны жизни этого народа должны быть неразрывно связаны с ним. Все абсолютно. Все, что люди делают, каждый поступок, каждое действие. Лишь в качестве нации, а не чисто религиозной секции. Евреи – не религиозная секта. Евреи – народ. Евреи – нация. А суть этой народности – то, что это народ, избранный Богом. Именно так. Не как Всевышний избрал евреев, не как религиозную секту, не как религиозную группу, а как народ. В этом-то и суть его избрания.